Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, обращаюсь к тем, кто смотрит нас без подписки. Это хорошо, что вы смотрите, видите каждое видео, пишите комментарии свои, спасибо большое. Но просил бы подписаться вас, чтобы количество росло, чтобы мы росли, как канал рос, чтобы YouTube продвигал наши видео. Мы растем понемножку, потихоньку. Вот у нас, вы знаете, не совсем обычный канал, мы работаем на два града, как выразился Августин Блаженный, на град Божий и на град земной. Мы работаем и на нашу аудиторию, работаем на христиан, и записываем, конечно же, и для неверующих людей, чтобы они посмотрели, увидели, поняли, что такое христианство, настоящее христианство, ложное христианство. Если хотите поддержать нас молитвенно или финансово, то в конце всегда есть в описаниях номера карты, куда вы можете пожертвовать, поддержать нас финансово. Спасибо большое за все. Сегодня я хотел бы, как и обещал, уже очень много событий буквально за месяц произошло. Но вот последнее мне несколько уже наших, скажем так, нештатных корреспондентов скинули, кто просматривает интернет. А событие, которое буквально на днях произошло, 18 сентября в Красноярске было 20-летие церкви, которое возглавляет Сергей Синокосов. Он уже отличался где-то, критиковал меня. Он полностью, целиком и полностью поддерживает то, что сейчас происходит на Украине. Это все тот же, всем нам известный, вот этот большой союз РосФСБ ХВЕ, который возглавляет господин Риховский, который уже прославился много чем, который пишет бумаги, сам их не соблюдает. Очень много, особенно интересно и занятно, наверное, надо прокомментировать и то, что касается алкоголя, да и прочих других вещей. Хотя многие из них, из глав, кто входит и в руководство, они пьют, пишут бумаги, что не-не-не-не-не-не. Интересный шаблон был у этой конференции «Новые времена, новые возможности». Вот воистину у Бога есть юмор, когда Он отнимает ум у людей, Он вот так дает подсмеяться над этим. Вот, мы покажем вам часть богослужения, ролик вы можете найти сами, если заинтересуетесь, все пробовать, чтобы не критиковали, не говорили, вы опять вырываете. Вот, Сергей так разошелся в своем видео, что в конце он начал там, он виноделием занялся, как я понял, вино там давил, рассказывал прихожанам, как, что. У него опыт уже есть друзей из Калифорнии, христиан, которые тоже выращивают, продают вино потом. Ну, это их дело уже, это их правила, правила этого РосФСБ ХВЕ. Вот, что можно, что нельзя, я не сужу это, вот. Не говорить опять, что ты выносишь ссоры за сбы, нет, это все они выносят сами, выставляют это на проповеди, радуются всему. Вот, я посижу с вами, посмотрю в уголке, наверное, этого видео, тут двухминутный ролик, вот, который мне прислали, мы его выставим, я посмотрел и до, и после, потом вышел на сайт церкви, посмотрел это все. Вот, поэтому две минуточки мы наберемся терпения и посмотрим, о чем речь. Вот, и вы поймете, какие новые возможности появились вот у этих вот, у христиан. Знаете, как написано в Слое Божьем, враг приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Но они этому радуются. Взяли не свое, чужое, вот, теперь. Раньше пили там какой-то итальянское они, я не знаю, просто вот ассоциацию, которую он возглавляет, это ассоциация из бывших ребят, наркозависимых, алкозависимых, они сегодня все по старой епископатам, вот, но старое тянет, вспоминается, знаете, а теперь будем пить крымское. Ну, давайте посмотрим вместе с вами, это двухминутное видео, я посижу вместе. Вы просто вот так вот, коснитесь все по чуть-чуть. Не, не только не отрывайте, просто коснитесь, да, вот так. Всем, 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 да, все коснутся. О, вот так. Я, я это, это для меня, это пророческий знак, это то, что мне Бог сказал, это то, что вы вырастили, это то, что вы взрастили. Представь, если бы я сюда бросил бы ветки каждого, у нас же там еще где-то есть, да? То, что они сейчас делают, я прочитал в интернете, килограмм винограда, получится 0,75 бутылка вина. Мы не пьющие, вот, ну, мы не алкаши, но мы заменили итальянское на крымское. Россия, Крым наш, если кто-то обиделся, скатертью дорога. Россия наша страна. И пока избранным президентом является Владимир Путин, он наш президент. Когда Бог двинется, и к власти придет другой человек, которого выберет народ, мы скажем, теперь он наш президент. Ну, пока мы сейчас, мы чтим власть, которая сейчас в России. И это непонятно многим людям. А мы чтим эту власть, потому что так Бог установил. Аллилуйя. Я знаю, потерял сейчас кого-то, кто-то меня возьмет, что мне строчить будут в интернете. А мне пофиг. Я решил быть виноделом. Сахар есть у кого? Я столько всего пока размышлял над этим, прочитал, как это делают. Я прям погрузился в виноделие. Я просто слышал в Калифорнии очень много, кто имеет виноградники и делают вино и продают его. Верующие. Ну, вот такой короткий отрывок вы посмотрели сами. Ну, вот как эпилог я вставил под это видео бы слова из Евангелия, слова нашего Спасителя. Враг приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И вы видите, как радуются люди чужому, ворованному. Вот, вы видите реакцию. Вы видите все. Выводы сделайте сами. И, пожалуйста, пишите комментарии под этим видео. Давайте поговорим о нем. Давайте обсудим. Благослови всех Господь. Еще раз напоминаю, с вами был я, епископ Альберт Радки. Наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки. Распространяйте видео в своих соцсетях. Подписывайтесь на канал. Те, кто еще не подписался, конечно. Ну, и по желанию, если у вас есть на сердце, поддержать или стать спонсором канала. Напишите, пожалуйста, если вы хотите поддерживать нас на постоянной основе. Потому что мы растем потихонечку. У нас очень много планов. Не буду говорить о них, наверное, в какой-то из видео. Расскажу, что мы планируем, какие новости, еще что-то сделать. Но все последующие видео я посвящу, наверное, тем событиям, которые происходят и произошли сейчас в нашей стране, в России. Потому что очень много сейчас всего там. И гонений, и сажают, и суды, и все остальное. Благослови всех Господь. С Богом. С Богом.